Для участия в обсуждении в наш город прибыл и заместитель министра образования и науки России. Вениамин Каганов посетил лицей номер 3. На его базе уже 5 лет действует муниципальный центр дистанционного обучения. Образование здесь получают 32 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 8 из них учатся по индивидуальной программе. В рамках федерального проекта «Доступная среда» лицей получил свыше 2 миллионов рублей. На эти средства в учреждении установили информационные стенды, световые табло, мнемотактильные схемы здания, напольные тактильные плиты и подъемные кресла. Все для того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли заниматься в обычной школе. Также Вениамин Каганов отметил, что сейчас в стране обсуждается введение новой профессии – тьютера. Специалиста, который в тесном сотрудничестве с учителем и родителями сможет создать для ребенка благоприятную среду для успешной учебы и социальной адаптации. Закон предполагает, но, соответственно, он предполагает, что мы подготовимся к этому событию, поэтому сейчас у нас стандарт, параллельно идет разработка профессионального стандарта тьютеров, требования ассистента, что это такое, условия какие должны быть и так далее. Ясно будет, что мы финансируем, мы поедем этап. После посещения лицея федеральный чиновник принял участие в работе дискуссионных площадок Второго Всероссийского совещания по делам несовершеннолетних. Напомню, мероприятие будет проходить два дня. Ожидается, что участие в совещании примут заместитель председателя правительства России Ольга Голодец и уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов.